Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в работе Volvo S80 и замена рулевой тяги. Такое видео у меня уже есть с 60-кой, но по самому процессу замены возникали вопросы, поэтому подвернулся случай как раз, попытаюсь более подробно остановиться на данном ремонте. Итак, первое, проверка. В вертикальной плоскости, если пошатать колесо, то даже когда машина стоит на земле, можно уже иметь какое-то представление о состоянии ступицы. Люфтов никаких нету, со ступицей все в порядке. Если покачать колесо в продольной оси, то можно будет сразу понять, что у нас с рулевым механизмом, а именно с рулевой тягой, либо с рулевым наконечником. Покачивая колесо, совершенно очевидно слышен стук люфтующей детали, но пока непонятно, это наконечник, либо это тяга. Забегу вперед, я уже приподнимал машину и покачивая колесо на вывешеный, сразу понял, что тяга разбита. Был стук на неровностях, пришло время. Что необходимо сделать для замены рулевой тяги? Снять колесо, снять рулевой наконечник и, собственно, снять и заменить на новую саму рулевую тягу. Перед этим сняв пыльник рулевой тяги, надеюсь он целый, я об этом не подумал. Но если он рваный, то лучше операцию остановить и новую тягу ставить с новым пыльником. Потому что если хотя бы один даже день поездить с рваным пыльником, то уже может прилететь и новой тяги. Нам это не нужно. Приступаю. Друзья, все мокрое, грязное. На улице под конец зимы решил выпасть снег и тут же растаять. Поэтому все детали в таком виде. Сейчас ставлю упор под автомобиль для страховки. Выкручиваю колесо, чтобы было полегче подобраться. В моем случае шаровая рулевого наконечника двигается. Это позволит мне спокойно снять ее. Но бывает ситуация, когда она крепко закисает. Поэтому либо вот сюда молоточком. Одни рекомендуют, другие не рекомендуют. Но бывают ситуации, когда деваться реально некуда. Или вот такое приспособление. Надавил, закрутил. Один удар молотком и шарнир выпрыгивает. Во время снятия рулевой тяги я обязательно считаю количество витков. Чтобы поставить примерно потом все одинаково. Но на развал схождения все равно после такой операции придется ехать. Это будет самое правильное. Раз. Два. Два цветков. В рулевой тяге люфт. Далее необходимо снять пыльник. Вообще вида рекомендует намотать что-нибудь на резьбу, чтобы не испортить прилегающую поверхность пыльника. Я пока наматывать ничего не буду. Посмотрю, как он пойдет. Если пойдет все хорошо, не очень плотно не будет скрестись об этом, значит, так и пойдет. Камерой к дальнему хомуту мне не подобраться. Попробую подлезть снизу, потому что немножечко не в том месте стоит зажим хомута, в котором бы мне хотелось, чтобы подобраться отсюда сверху. В общем, полез. Что ж, вал в идеальном состоянии. Пыльник был хорошим. Его и оставляю. Для того, чтобы открутить тягу, необходимо приспособление. Вот мое приспособление. Это ключ на 32, у которого я подпилил боковые губы зажимные немножко, потому что на 32 чуть-чуть не одевается. И приварил к этому ключу квадрат. Что-то мыть здесь смысла не вижу. Вал очень чистый. Устанавливаю новую тягу. Появились небольшие осложнения. Сейчас покажу вам. Вот тяга старая. Она вся сделана под шестигранник. А вот новая. Она полукруглая. И под шестигранник выделено очень мало места. То есть мой ключ шире. А здесь стоит вот такая втулка. Честно говоря, не знаю, зачем она здесь. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Но придется немножко повандальничать. Я уже с таким сталкивался. Придется просто забить этот ключ. Немножко покоцав эту втулку. А хотя знаете, что я сделаю? Не буду я набивать. Сейчас сниму и чуть-чуть шлифану вот эту втулку, чтобы у меня заходил ключ. Буквально немножко. Собираю узел. Тяга закреплена. Сейчас мою, очищаю пыльник и устанавливаю его на место. Особо чистить пыльник не пришлось. С ним все в порядке. С ним все в порядке. На этом процесс замены рулевой тяги завершен. Выравниваю руль, устанавливаю колесо на место. В каждом видео повторяюсь и повторюсь сейчас. Вот это слабенький шуруповерт, обыкновенный домашний шуруповерт. Поэтому я вот так наживляю болты и закручиваю. У него просто не хватит силы навредить. Но если у вас пневматический гайковерт или гайковерт, ну аккумуляторные такие мощные есть тоже, то вначале болт наживляется и только потом закручивается. Я на этом деле попадался. Вам же не хочу этого желать даже. Что ж, ремонт считаю законченным. В данном ремонте наглядно было видно, что какой-нибудь пустяк, да, затруднит работу, когда работаешь с запчастями и аналогами. Но тем не менее все решаемо. Теперь машина поедет на развал схождения. Обязательно. Процедура недорогая, но после нее можно уже ездить спокойно. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч. Друзья, ну хорошая мысль приходит, как обычно после того, как ремонт уже завершен. Вот газовый ключ или шведка в простонародье. Вот чем можно затянуть рулевую тягу такого формата, вот которая была сейчас у меня в видео, аналоговая. Это при том, если есть возможность подлезть снизу. Но в принципе машину можно поддонкратить повыше. И этого ключа должно хватить. А усилия у него будь здоров. Так что все должно получиться. Спасибо. 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 . Спасибо.